МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безусловно, я решила, что надо попытаться. Должна была состояться премьера. Вдруг утром мы узнаем, что едет президент, например. То есть до этого нам об этом... Президент Дагестана, в принципе, Алиев. До этого нам таких сообщений не поступало. То есть это была полная неожиданность. Когда он приехал? Он приехал не один и не просто даже со своим ближайшим окружением. Он приехал со всеми силовиками. Главой МВД, ФСБ и так далее, и так далее. То есть такая была внушительная группа. Он познакомился со мной перед спектаклем. Хотя я, честно говоря, не хотела этого делать. Я предпочла бы с ним поговорить после. Что как раз и не вышло. Потому как по окончанию спектакля, как только, можно сказать, еще не закончились последние аккорды музыки, он встал, и они все встали, не аплодируя. То есть не уважив даже актеров хоть как-то, хоть за их работу. Просто покинули зал. Через короткое время ко мне подходит режиссер. В общем-то, в такой явно ужасном состоянии. Говорит, ну спектакль запретили. Президент Алиев решил, что он должен решать за свой народ, что ему смотреть, что ему не смотреть, и, соответственно, как ему думать. В понедельник он собрал пресс-конференцию, чтобы заявить, что он ни в коем случае не запрещал спектакль. И перевел все стрелки на бедную женщину, министра культуры, с которой случился гипертонический критик. И сказал, что, в общем-то, надо разобраться, от кого это шло и так далее. Это было утро. К вечеру же, здесь совсем становится интересно, К вечеру же он сделал высказывание на официальном своем президентском сайте о том, что за создателями спектакля стоят недруги страны, которые таким образом пытаются дестабилизировать регион. Не зря, сказал он, эта постановка шла в Лондоне изначально. Вспомним, где скрывается Борис Березовский. И вот выведена была вот такая вот формула, что, соответственно, спектакль это ничто иное, как провокация против нашей страны, со стороны недругов, живущих теперь в Великобритании. И вот пытающихся таким образом дестабилизировать, видимо, сначала Дагестан, а потом и всю страну. То есть, если он так думает, то я должна быть под арестом, потому что наверняка существует статья за такое дело. Я в данный момент действительно очень серьезно думаю о том, чтобы подавать на него в суд за такого рода вещи, потому что такими вещами не бросают, это очень серьезно. По крайней мере, я это воспринимаю серьезно. Со времен Советского Союза таких вещей, в общем-то, в России не происходило. Я думаю, что сам факт упоминания Норд-Оста, возврата к этой теме, он неприятен всем, кто находится у власти, будь то в центре, будь то регионально. Я, как автор, не могу писать черно-белыми красками. Жизнь, она вся на полутонах. Вся на полутонах. И среди террористов большинство, безусловно, это уже конченые просто маньяки, убийцы. Но есть и вот такие, которых, если бы мы, как общество, немножко больше интересовались тем, что происходит вокруг нас, немножко больше участвовали в политике страны, таких людей мы бы удержали по правильную сторону. Вот этой вот грани невозврата. Мало что изменилось с тех пор. Потом еще был, еще страшнее был Беслан. Но мало что изменилось в нас самих. Агрессия, которая была, она осталась. Какая-то абсолютная апатия, незаинтересованность вообще тем, что происходит в стране, очень сильная. Вот этот страшный взрыв, который произошел на улице Казюки-Королева, доме 8, корпус 1, это взрыв произошел в квартире на моем этаже через площадку. Но даже не совсем через площадку, что ближе. В квартире в моей в тот момент были моя бабушка с дедушкой. Они, слава богу, жили. Сейчас они живут в гостинице. И что будет дальше неизвестно, и смогут ли они вернуться вообще в этот дом, тоже неизвестно. Я боюсь сейчас что-либо говорить. Боюсь бы это, потому что это как-то было связано со мной. Не знаю, сложно сказать что-либо вообще. Тем более, что версии меняются каждый день. Теперь вообще уже что-нибудь понятно.